Аплодирует, аплодирует, кончили аплодировать. Так, показываю кусочки першика. Вот такие вот они, если что-то видно вам. А это самые крупные, потому что я крупные оставлял до победы, сегодня я уже последними угощал. Последние были 60-граммовые. И вот они такие кусочки, не пугайтесь. Можно до 100 грамм получить, но это кому как повезет. То есть для этого нужно, чтобы они попали в более южный район. Ну, теплеще они крупнее могут быть. Или в более южном районе. А так 50-60 грамм. И чего, хоть бы один сказал, что они не вкусные. А вы видите, я сегодня угощал. В своих двух фильмах я опять угощал людей, которые понятия не имеют, что першика можно вырасти в Сибири. Так, что-то мне прислали сообщение. Вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Сам великий Макаров Алексей Гражданин Макаров. Совесть есть. Я-то не запасался. Совесть есть. Я вот это вот фотография прислал. Смотрите. Видели? Так, всё. Больше не это самое. А то уму-муру от совести. Всё. Давай, если по большому счету. Спасибо тебе. Вот. Не предстаёшь удивлять. И этот человек называет меня с учителем. Это совсем уже это самое. Ну, что учителя? Ты уже преподавать должен. Ладно, поехали. Данила, привет всем. Живол Дену. Здоровья, удачи. Брат Юрий, здравствуйте. Багринцев, всем здравствуйте. Эх, Виталий, я тебе желаю здоровья, здоровья, здоровья. Так. Алексей Кудымкар. Здоровья, радости, спасибо. Марина Кудина появилась. Это из Ковыского области. Чудо-женщина, чудо-садовод. Петрунин, всем добровечья. Равсенко, Сторма. Так. Чего-то? Вот я не знаю, что это такое. Как-то разъясним, ладно? Потому что я так далек от этого. Если я вот это возьму, что это будет? Не знаю. Так. Кудымкар. Раньше воспитывали людей на созидание, сейчас только на потребление. Да, вырастили пару поколений, это есть. Ну вот. Всем привет, Казахстан. Леонид всегда на месте. Спасибо, что ты всегда со мной. Игорь. Драва. Соловьев Добра Света. Анастасия. Добрый вечер. Александр. Уссурийская груша вы собираете? Вы знаете, что случилось? И у меня все честно, чисто. И зато я теперь не стыдюсь перед Богом. Потому что у меня с ним отношения, у меня особо с небом. Вот. Иначе бы я не обладал такими способностями. Вот. Если бы мне ими помогали там. Там есть какая-то библиотека вселенская. Это так каким-то образом доступ получает. Причем во время сна. Это я не шучу. Это я правду говорю. Вот. И это и есть мой талант. Не это. Просто мне в готовом виде достается. Серьезно говорю. Так вот. Значит, что получается? Раз я говорю правду, я должен продолжать говорить правду. В первый год вассурийские груши стоят пустые. Я с дуру две смыслил. Куда их столько? Урожай сумасшедший. И вдруг. Первый раз за десятилетие. Обе груши у меня пустые. Вот так. Спасло меня только то, что у меня прошлогодних несколько тысяч семечек осталось. Как часов. То есть их собирали. Я платил. Выковрили семечки. Мыли, сушили. Я платил, платил, платил. И теперь я с чистой совестью вот этими своими бесстежными глазами говорю. Я буду продавать груши. Именно груши. Причем можете спрашивать про каждое. Но это не только груш касается. Ну, все вот так. Этого перебора, этого мало. Этого перебора, этого мало. Или нету. Значит, груши буду продавать. Урожай 2022 года. По той же самой цене. Важнейшая, ценнейшая семечка. Схожесть под 100%. Если все по-моему. Вот. Цены необыкновенные. И. То есть, как это. Поза от него необыкновенная. 20 рублей семечка. 10 семечек, 200 рублей. Ну, уже 2, 3, 5, 10. Можно вырасти деревья. От 5 до 10. Это уж точно. И тогда получается, что. У меня спасло. Спас прошу урожай. Хотя это столько сгнило. Страшно. Первый год у меня пропускает урожай. Почему? Страшнейшая, невиданная. За все 40 лет. Что я здесь живу? Засмур. Почему после этого удивляться? Так. Идем дальше. Смотрим дальше. Так. Так, 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 так. Не собирай. Так, вопрос ответил. Не собираю, потому что нечего собирать. Уссурийская груша. Это я ответил Александру. Так. Пересадка осенью. Лучше не обрезать, ждать весны. Вот. Конечно, не обрезать. Вот буквально человек уже, вы это не вы, но человек по-другому поставил вопрос. Значит, наверное, нужно обрезать осенью, а весной пересадить. Зачем осенью калечить дерево впереди зима? Это все часть той же самой идиотской, болезненной, ненужной, дебильной, озверевшей пересадки. Осенью ничего обрезать. Осенью ничего обрезать нельзя вообще. Я имею в виду, если оставил на месте. Но если собираешься пересаживать, обязательно обрезать. Значит, просто погибли. Именно уже не потому, что ты не обрезал, а потому что ты не обрезал, поэтому погибнет. Хотя в другом случае, если остается на месте, наоборот, режет нельзя. Ой, я не знаю, убедил я вас, не убедил. То есть правильно ли я объясню? Петр Первый плодоносил. У меня Петр Первый плодоносил, когда, перед тем, как я ее взял на эту. Это последний раз. Это особая история. Это одна из самых загадочных невариатных историй. Ну, так как все равно тут мы сейчас закончим разговор. Сегодня мало писем. Поэтому я расскажу. Нашел в деревне Змеевка, это Переславского района, у дальних родственников. Плоды не влазили в банку. Это не плоды были, а что-то вообще запредельные. Вот. Трехлитровую банку не влазили. На заказку. Привез, привил, получил 40-граммовые плоды. Возил в этот самый, на выставку, которая была во время международной конференции. Не подошел ни один человек. Всего два привезли абрикоса из 200 организаций. Только я и Байкал. Я рассказывал. Вот стоят, да. Глада бы ничего не привозили. Но вишен и абрикос, и обои. Вишен, тирешен, привезли много. Значит, привезли то, что знали, то, что хвастались, то, что их, то, что было дело в них рук. Но на всей стране 16-18 июля я зеленые плоды практически срывал. Я был вынужден. Ну, иначе вообще не привезешь. Еще же рано, в Сибири же. И все-таки, это я вывезел где-то с 113-14 в Москву. Они чуть-чуть желтели. И именно вот эти. Почему? Да я же с Украины привез, они самые ранние оказались. Петр Великий. И этот Петр Великий лежали в ВАЗе на выставке, на самом видном месте. Рядом такие же абрикосы крупные. Поэтому Байкалова. Никто не подошел. Никто не спрашивал. Как же так? Нас 200 организаций, мы не смогли ни одного плода вырасти. А вы как, откуда? А может, они подумали, что я на рынке купил. Это прошло 13 лет, а я не догадался, почему. А все-то нет. Я помню, эти пустые глаза совершенно. Я подробности не буду. Я бы мог так рассказать вам и смеялись бы, и плакали над этой несчастной конференцией. Никому не нужно. Вот. Чисто для галочки. И тогда получается, что я вернулся, уже с фотографией сделал из остатков. В тот момент, пока вернулся, они посозрели. Что-то упало, фотографию сделал. Вылитые нектарины. Вот все, за что обидно. Получились как бы нектарины. Ну, у меня прививка была на Джосса Королевский. На Королевский привил. Конечно, Королевский повлиял на Петра Великого. Но плоды мелкие получились. А потом приезжал Ботнер. Ботнер увез серенки к себе. А потом у меня прививки эти погибли. Я забыл на 10 лет. А потом я у него в гостях. И вот, что у тебя есть с абрикосом? Уже так зевая. Да вот три сорта. Какие? Да вот этот, этот и Петр Великий. Чего? Как Петр Великий? Так ты, получается, спас мой Петр Великий? А какие плоды? Он мне показывает вот так. Клянусь Богом, он вот так показал. Веточку. Веточку. Вот правда. Борисович, веточку. И он мне зимой с кем-то из друзей переслал эту веточку. Сам был не в состоянии. Я что-то не помню. Чего-то не забыл. Приходит веточка. Привил. И сейчас по-новому все это делаю. А когда у меня есть фотография, лежат крупные, ну грамм по 70. Не 200, не 150, но по 70. И вот. А фотография, это где мы обменивались книгами. Вот. Вы видели эту фотографию? И вот тогда я спросил, а почему 70, почему мелкие? Говорит, ты бы видел этот урожай? Ну то есть, при огромном урожае, конечно, мелкие. И вот пока вся история. И теперь я жду. У меня был мощный побег. Я сильно рано с него взял. Уже на второй год я взял размножить черенки. И вот когда я отрезал с него три ветки, вот так вот рост. Вот. Уже двухлетка. Уже мощный. Это уже вот такой вот кустище. На кусте рост куст. Мощный такой. Он взял и у него весной не проснулся. И опять потерял два года. Но я черенки привил. И теперь опять жду. И мне... Почему думать, я живой? Мне давно пора уже там быть. В небесном саду. Но я почему? Я жду, жду, жду. И мало того, он опять может оказаться 40-50 грамм вместо вот этих. И тогда что? Перед еще несколько лет. По наращиванию, наращиванию. Я для чего придумал это самое? Для слоя не метро. Для того, чтобы наслаиваться. Наслаивать, погорать нам рано. Поняли, да? Вот так вот я как мог ответить. Ну, вот такое я это. Вот вы спросили, Александр. Петр не плодоносил? Ну, давайте еще годик. Спасибо. Продолжение следует...